Чинар Капарова своего разочарования не скрывает. Ещё бы. Она ведь была практически в шаге от победы. За неё проголосовали 79 парламентариев. Но вскоре решение это отменили. Журналист уверена, всё это было игрой. Кому-то явно не понравилось, что за меня проголосовали столько депутатов. Они испугались пропустить человека, который имеет свою позицию и не боится сказать «нет» власти. В политизации этого вопроса общественность обвинила брата президента Асулбека Джейнбекова. В зале заседания он появился уже после того, как Чинар Капарова заручилась поддержкой парламента. Асулбек Шарипович обрушился с критикой на вице-спикера Аиду Касмалиеву и потребовал провести голосование заново. «Уважаемый спикер, вы неправильно поступили, поставив вместо себя Аиду Камчебековну. Нужно учиться, чтобы управлять аудиторией. Вы хорошо ведёте заседание, Аида Камчебековна. Но сегодняшнее заседание не то заседание, которое вы сможете вести». Действительно, в первую половину дня заседание модерировала Аида Касмалиева. Дастан Джумабеков в это время был на заседании Совета безопасности. Вот где в это время находился брат президента, неизвестно. Но многие, кто наблюдал за парламентской сессией, заметили, что и Турага, и Асулбек Джейнбеков в зал заседаний буквально влетели. «Надо признать недействительным все ранее принятые решения. Давайте сочетаем решение комитета и начнём работу. Это будет правильно. Спасибо большое». Высказываться против родного брата главы государства никто не решился. Снова голосование. Чинар Капарова в этот раз получила не 79, а всего 61 голос. «Тележурналист уверена, что депутаты резко изменили своё мнение именно после выступления Асулбека Джейнбекова». «Получилось так. Очень близкие к президенту люди повысили мой авторитет, но при этом уронили авторитет главы государства. Я не думаю, что Джейнбеков мог лично вмешиваться в это мелкое дело, но его окружение поступило очень некрасиво». «77 парламентария в итоге проголосовали за некую Атыркуль Сарыбаеву. Кто она? В каком СМИ она работала? Этого никто из действующих журналистов не знает, в том числе и когда-то популярный телерепортер Чинар Акаев. «Я специально поискал в гугле информацию про Атыркуль Сарыбаеву. Информации про неё в интернете нет, кроме той, где говорится, что она выдвинута в члены наблюдательного совета. А в законе написано, что членом совета может быть только тот, кто трудился и знает сферу телевидения». «Чинар Акаев считает, что парламентский корпус опозорился. Депутаты выбрали сначала одного кандидата, потом вдруг внезапно передумали». «Я заметил, что кандидатуру Сарыбаевой лоббировали лидеры фракции коалиционного большинства. Подходили, упрашивали. Да, это было». «Обозреватели независимых изданий тоже уверены. Симпатии к никому неизвестной Атыркуль Сарыбаевой многие народные избранники прониклись именно после выступления Асылбека Джейнбекова». «Вывод дня. Асылбек Джейнбеков показал, кто реально решала в стране. Для многих это не стало новостью». «Голосовали ли депутаты по указке сверху? Была ли в этом деле какая-то генеральная линия, которую послушные депутаты должны были следовать? На камеру ни один парламентарий в этом не признался». «Нет, я не могу сказать. Возможно, его выступление на какую-то часть депутатов повлияло. Но, во всяком случае, на меня не повлияло. Я этого мнения поддерживал судьбе». «Братный брат, там все депутаты выступали. И каждый говорил, уносил свое предложение. И поэтому здесь говорить, я думаю, неэтично будет. О ком-то конкретно говорить. Давление, не давление. Он не говорил, что вы голосуйте за это. Он за пары главных, как голосование должно идти». «И все бы действительно так и выглядело, если бы не эта запись. Кто-то из депутатов забыл выключить микрофон во время голосования. Аудиоаппаратура сработала в самый неподходящий момент». «Мы за нее не голосуем, да? Против голосуем, да?» Канат Канеметов, Манас Бакешев, телеканал «Апрель».